Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Акмолинской области продолжает ухудшаться. В настоящее время на территории региона развернуто 16 инфекционных стационаров, где получают лечение 432 пациента. Загруженность коек составляет 50%. 30 пациентов находятся в реанимации. В службе первичной медико-санитарной помощи поликлиник на сегодняшний день по области у нас работает порядка 600 врачей. В их составе терапевты, педиатры и врачи общей практики. Комплектация врачей ПМСП в поликлиниках составляет 86%. Скорая медицинская помощь на сегодняшний день оказывается централизована областной станцией скорой медицинской помощи. Также в составе у нас имеется одна городская, 36 сельских отделений скорой помощи. Зона покрытия сельских населенных пунктов составляет порядка 30%. Охвачено примерно 70% сельского и до 100% городского населения. Мощность областной станции скорой помощи составляет 68 круглосуточных бригад, в том числе 9 врачебных специализированных и 59 фельдшерских. Имеется 126 единиц санитарного автотранспорта. Обеспеченность всех фельдшерских и акушерских пунктов по скорой медицинской помощи составляет 100%. Регион находится в красной зоне. Главный санитарный врач области Айна Гульмусина подписала новое постановление в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. На сегодня в области приняты все ограничительные мероприятия, принято постановление главного государства санитарного врача, было решение межведомственной комиссии республики по коронавирусной инфекции. И все рекомендованные те ограничения, они у нас приняты. У нас торговые дома переведены на работу зеленого статуса. Работники предприятий, государственные службы, субъектов предпринимательства, они 70% переведены на дистанционный формат работы и 30% в штатном режиме. В области также у нас продолжается вакцинация. На сегодня у нас первым компонентом в области привито 337 900 лиц. Вторым компонентом привито 311 900 лиц. Ухудшение эпидемиологической ситуации напрямую связано с установленной циркуляцией нового штамма коронавируса «Омикрон», считают специалисты. Новые вариации COVID-19 появляются с достаточной периодичностью. Ревакцинация позволяет сформировать достаточный уровень антител для защиты от всех штаммов новой коронавирусной инфекции. «Омикрон в области еще не подтвержден. Но по клинике, судя по клинике и по лицам, кто обращается, это у нас уже идет массовое распространение омикрона с учетом темпа суточного роста заболеваемости. Поскольку у нас идет очень тесная миграция с городом Нур-Султан, мы являемся престоличной областью, у нас вокруг столицы находятся наши регионы, Аршалынский район, Селиноградский, город Ошше, Шортандинские районы. У нас данная инфекция уже распространяется. Также там усвязывается заключение медицинских работников, что на сегодня основная часть, кто обращается в поликлиники с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, у них уже явная клиника отмечается омикрона. То есть это першение, общая слабость, озноб». В районах продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации против коронавируса. С приходом омикрона специалисты снова напоминают о важности повторного вакцинирования. Число граждан, желающих пройти ревакцинацию, растет. В Жакцинском районе на сегодня привиты 7 688 человек, из них 1355 прошли ревакцинацию. «На сегодня у нас активно проходит ревакцинацию педагоги. Более 50% педагогов, подлежащих ревакцинации, уже получили. Больше 75% медицинских работников прошли ревакцинацию. Активно прошли практически 100% ревакцинацию сотрудники полиции и ЧАЭС. Также для того, чтобы лица могли получить ревакцинацию на рабочих местах, не отрываясь от своей работы, нами, то есть мобильными бригадами, осуществлены выезды для проведения ревакцинации государственных служащих». В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских организациях Акмолинской области сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий на стационарном уровне. Ситуация по лекарственному обеспечению жителей области находится на особом контроле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова